В стране с полей убрали более половины площадей картофеля. Всего заготовят миллион тонн любимого белорусами корнеплода. Под продажу и на экспорт десятки сортов. Их подбирают под вкус покупателей. Одни отличаются разваристостью, другие наоборот. Урожайность в 2023 выше прошлогодней. В республике продолжается кампания против сезонных вирусных заболеваний. Медучреждения обеспечены всем необходимым. На выбор представлены три вида вакцин – российская, французская и швейцарская. В больших организациях есть возможность сделать прививку прямо на рабочем месте. Можно также обратиться в поликлинику. Беларусь меняет правила выдачи путевок в летние лагеря. С 2024 ее можно будет получить один раз в течение календарного года на срок не менее 15 дней. Отправить ребенка можно во время каникул. Отмечается, что право на скидку с 1 января получат дети плательщиков налога на профессиональный доход. В Тугольцу 5 октября в 18.00 прибудет из Подмосковья икона Божьей Матери. Здесь она останется до 9 октября. Храм Сергия Радонежского будет открыт ежедневно с 9 утра до 6 вечера. В этот период будут совершаться вечерние богослужения, акафисты и божественные литургии. В Бобруйске продолжается реконструкция Титовского моста. Проектом предусмотрено возведения двух новых путепроводов в 252 метра в длину с тремя полосами движения, а также демонтаж старого. Сейчас строительство первого почти завершено. Отличие только в ширине. Один будет шире на 4 метра за счет тротуара, который совместит пешеходную и велосипедную дорожки. Титовский мост Титовский мост